Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, на каком этапе ремонта необходимо покупать розетки и выключатели. Поехали! Определиться с тем, какие розетки и выключатели у вас будут, необходимо еще на начальной стадии ремонта. С чем это связано? Например, у производителя Шиндонки Анам, у них квадратные подрозетники, которые устанавливаются в стену. У всех остальных производителей, практически у всех остальных производителей подрозетники круглые. Чтобы понять, какие подрозетники устанавливать, необходимо определиться с выбором розеток и выключателей еще до начала штукатурных работ. Так как сначала проводятся провода, потом кто-то из строителей устанавливает розетки и после вот этого производит штукатурку, а кто-то из строителей сначала штукатурит, а потом монтирует подрозетники. Также круглые подрозетники бывают обычные и глубокие. Для чего нужны глубокие подрозетники? вдруг вы в дальнейшем планируете устанавливать систему умный дом либо как-то апгрейдить свою квартиру то рекомендую вам поставить глубокий подрозетник в который потом можно будет смонтировать модуль без проводной связи для у для умного дома а также заранее завести нулевой провод к выключателям если же вы все-таки не знаете какого производителя розетки выключатели вы будете устанавливать в начале ремонта то рекомендую поступить следующим образом не устанавливать более четырёх приборов в ряд так как у каждого практически у каждого производителя есть 4 постовые рамки но не у каждого производителя есть рамки на 5 и на 6 постов если вы вдруг решите поставить еще дополнительные приборы в ряд если вы поставите 4 прибора то вы 100 процентов найдете рамки и розетки выключатели под данную конструкцию далее если у вас будет установлен допустим трехклавишный выключатель не у каждого производителя есть три клавиши на на одном устройстве рекомендую сделать такую компоновку если у вас трехклавишный выключатель то скомпоновать 2 плюс 1 так как у каждого производителя есть двухклавишные выключатели есть одноклавишные выключатели также в случае с трехклавичным с выключателем можно сделать компоновку 1 плюс 1 плюс 1 и поставить просто тройную рамку что будет выглядеть намного эстетичнее чем в данном случае но в данном случае занимает намного меньше места также если вы любите слушать музыку и вам необходимо установить колонки в квартире да так чтобы не было видно проводов заранее побеспокойтесь о том чтобы в линейке вашего производителя были акустические розетки а итог этого видео таков определитесь с производителем розеток и выключателей заранее а приобрести данные розетки выключатели вы можете в конце главное чтобы их не сняли с производства на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео если понравилось делитесь видео с друзьями пусть ремонт радует вас пока